Добрый день, друзья! Меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. Администрация президента Байдена приступила к выполнению своих обязанностей, и уже он издал ряд указов, которые касаются иммиграции. В этом видео я скажу, что уже было сделано. Напоминаю, инаугурация была 20 января, и сейчас мы рассмотрим, какие указы подписал президент Байден касаемо иммиграции. Ряд его указов отменяет то, что было приведено в действие президентом Трампом, его предшественникам. Первое, это касается строительства стены на южной границе США. Все мы знаем, президент Трамп активно принимал участие в строительстве физического барьера на южной границе, чтобы предотвратить людей, которые собирались проникнуть в США нелегально. Президент Байден остановил строительство этой стены и дал распоряжение направить финансовые ресурсы на другие нужды государства. Он собирается защищать южную границу США путем использования умных технологий, а не строительством физического барьера. Какие технологии он будет использовать еще неизвестно, но это идея таковая. Второй его указ, он сохраняет программу, которая называется ДАКО. Эта программа дает возможность легализации людям, которых родители привезли в США, пока они еще были детьми, и они остались нелегально, были в нелегальном статусе, не по своей вине, а были привезены родителями. Президент Трамп хотел отменить эту программу. Было много разных судебных заседаний во время администрации Трампа. Ее то отменяли, то восстанавливали. И президент Байден издал указ, что нет, эта программа сохраняется, у таких людей будет возможность легализоваться в США. Получить грин-карту и в дальнейшем подавать заявление на гражданство в США. Третий его указ касается запрета на иммиграцию для граждан 13 стран, где превалирует мусульманское население. Одна из стран наших соотечественников это Киргизстан. Президент Трамп поставил запрет на иммиграцию с этих стран, и президент Байден сразу отменил. Это его третий указ. Четвертый указ дал распоряжение штатам включать в перепись населения людей, которые находятся здесь без иммиграционного статуса. Позиция президента Трампа была, что эти люди здесь находятся без документов, поэтому их не надо включать в перепись населения США. Президент Байден сказал, что они тоже будут включены в перепись населения каждого штата. Почему это важно, почему это имеет значение, так как каждый штат, когда он получает какую-то федеральную помощь в любом виде, он ее получает в зависимости от населения этого штата. Поэтому президент Байден хочет, чтобы люди без документов тоже учитывались как граждане каждого из штатов. Пятый указ, который был издан президентом Байденом, отменяющий ранее указ президента Трампа, это изменение приоритетов для депортации. То есть ранее при президенте Обаме приоритетом являлись люди, которые совершили какие-то преступления на территории США. Президент Трамп пришел и сказал, нет, теперь приоритет все, кто тут находится без иммиграционных документов. То есть их надо депортировать, неважно, представляют они угрозу для общества или нет, и в какой степени они представляют эту угрозу. И президент Байден отменил указ Трампа. Он сказал, нет, давайте вернемся к прежним приоритетам, что в первую очередь мы будем задерживать, депортировать людей, которые реально представляют угрозу населению. Это его указ. И следующий указ, который издал президент Байден, он заморозил депортацию на 100 дней. То есть он издал указ, который замораживает депортацию всех людей из США на 100 дней. И сразу последовало судебное дело. Иск был подан штатам Техас. Позиция штата Техас была такова, что этот указ может нанести значительный вред штату, жителям штата. Так как штат Техас имеет самую большую южную границу между США и Мексикой. Большинство людей, которые проникают в США нелегально, они проникают через эту границу. Это во-первых, то есть эти люди могут представлять опасность. Они могут иметь криминальное прошлое, они могут быть связаны с терроризмом. То есть они могут представлять опасность как населению штата Техас, так и имуществу штата. Это первое. Второе. Штат Техас несет значительные финансовые расходы, которые касаются людей, находящихся там без документов. То есть это такие расходы, как срочная медицинская страховка. Ну медицинская страховка, естественно, не положена за счет государства. Мы это знаем, но есть исключения из правил. То есть если человек находится в опасности, он приходит в госпиталь, госпиталь ему, естественно, не может отказать в оказании медицинской помощи. Кто покрывает эти расходы, эти расходы покрывает государство. Также есть определенные программы по защите детей. Тоже неважно в каком статусе эти дети находятся, но все равно государство выделяет финансовые ресурсы, если они оказались в опасности. И есть несколько таких программ. То есть штат Техас говорит, что это 100-дневный запрет на депортацию. Оно заставит еще больше штат тратить деньги на тех людей, против которых уже есть указ о депортации. Вот штат Техас подал этот иск, и он этот иск выиграл. То есть судья одобрил иск штата Техас против администрации Байдена. Это случилось 26 января, и скорее всего будет апелляция. То есть скорее всего администрация Байдена подаст на апелляцию, и мы будем смотреть, как будет продвигаться это дело. Пишите в комментариях, какое ваше мнение, касаемо именно вот этого 100-дневного запрета на депортацию. Потому что в США есть как сторонники, так и противники. То считаете ли вы, что да, надо заморозить депортацию, пока другие проекты законов находятся на рассмотрении, или нет? Или вы согласны со штатом Техас, что если против людей уже был вынесен указ о депортации, их надо депортировать? Пишите, что вы об этом думаете. Интересуетесь эмиграцией в США? Подписывайтесь на наш телеграм-канал для получения актуальной, своевременной и, главное, полезной информации. Субтитры сделал DimaTorzok